Россия продала Великобритании золото на рекордные 5 миллиардов долларов. Почему российские банки резко увеличили поставки драгметалла в Лондон? Продажи российского золота за рубеж подскочили в 2019 году в 8 раз до 5 миллиардов 700 тысяч миллионов, и почти весь объем был вывезен Великобританию. Это следует из таможенных данных. Нарастить экспорт драгметалла России помог Брексит. Россия в минувшем году рекордно нарастила экспорт золота Великобританию более чем в 12 раз в стоимостном выражении до 5 миллиардов 330 тысяч миллионов долларов. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы, которые изучил РБК. Это на треть больше, чем Россия продала золото во все страны мира за предыдущие три года. Для сравнения, в 2018 году Великобритания купила у России золото лишь на 433 миллиона, в 2017 на 1,1 миллиард долларов. В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз с 10 тонн до 113 тонн. Почти весь объем поставок в Великобританию. Это золото в слитках, следует из данных ФТС. Если ориентироваться на лондонский стандарт, слиток весом около 12,5 килограмм. Россия поставила в Британию в прошлом году не меньше 9 тысяч таких слитков. На поставки в Великобританию приходится 93% от всего экспорта российского золота. В 2019 году всего Россия экспортировала на 5,74 миллиарда золота против 706 миллионов в 2018 году. То есть к чему-то мы приготовились. Мы отдали Англии такое огромное количество золота на 5 миллиардов 740 миллионов долларов. А в 2018 году, то есть всего два года назад, на 706 миллионов. Что случилось? Что мы так круто решили золотом засыпать Англию. 12 других стран, включая Казахстан и Швейцарию, закупили его всего на 409 миллионов. Золото стало крупнейшей статьей российского товарного экспорта в Великобританию. Больше, чем в закупке нефти и нефтепродуктов. В сумме около 3-4 миллиарда. Но помимо золота Россия также увеличила в эту страну экспорт платины. В два раза до 936 миллионов долларов. И серебра в два с половиной раза до 100 миллионов долларов. С чем это связано? Сложно сказать. Остается потом золото в Великобритании или отправляется в другие страны конечного потребления. Но подобные значительные притоки, как в данном случае из России, часто служат показателем повышенного спроса на золото со стороны институциональных инвесторов, как в самой Великобритании, так и за ее пределами. Лондон – это центр глобальной торговли золотом и место, где физически хранятся запасы золота, обеспечивающие многие международные продукты, биржевые фонды. В частности, золотые ETF – это фонды, причем не только с листингом в Лондоне, подчеркивает Маллиган-эксперт. В своем отчете в 2019 году ВСЧ отмечал, что базирующиеся в Великобритании фонды закупили золото на 4,1 миллиарда на фоне опасений по поводу Brexit. Официально выход Великобритании из Евросоюза состоялся в конце января 2020 года. Brexit, вероятно, подогрел интерес инвесторов к торгуемым в Лондоне фондам, обеспеченным золотом. Но в целом масштабы притока золота в Соединенном Королевстве, скорее всего, отражают глобальные тренды спроса на этот драгметалл и традиционную роль страны, как центры его торговли и хранения. Brexit, естественно, мог повлиять на британских инвесторов, но было и много других неопределенностей, включая торговые войны между США и Китаем. А Brexit был известен все-таки гораздо раньше. Лондон как международный центр золота можно рассматривать, но я вам хочу, друзья, сказать, что каждый из наших высокопоставленных чиновников имеет гражданство второе в Англии, Великобритании или вид на жительство. В таком случае мы можем понимать, что все то золото, которое огромными охапками они отправили в 2019 году и начали отправлять в 2020, то это все золото они отправляют себе. А кто тогда покупает? Как деньги-то переходят в государство российское? А никак. Это уже дело Эльвиры Набиулиной, Костина, это дело Грефа. Как это обеспечить? То есть они выводят золото в Великобританию, там, где они будут жить, там, где они обосновались и там, где их квартиры, потому что они подготовили себе убежище. И, естественно, золото они отправляют туда, себе родимым. Это не Великобритания. Хотя в Великобритании тоже идет часть золота, золотого запаса, но это мы платим оброк. Мы платим Англии, Великобритании оброк. И это было всегда, друзья. Это не только это правительство платит, а и до этого платили. Мы платили Англии всегда, потому что Англия всегда являлась хозяином российских земель. Я, конечно, может быть, шокирую вас некими такими заявлениями, но я хорошо изучаю историю. Я хорошо понимаю, что такое Англия, что такое Россия и кто правил и Англией, и Россией. Одновременно или в разное время. Во всяком случае, то, что Россия отправляет сейчас огромное количество золота Великобританию, частично это оброк, частично чиновники высшего эшелона отправляют себе любимым, чтобы обеспечить себя на будущее там, в Великобритании. Британская таможенная статистика подтверждает резко увеличившиеся поставки российского золота. За весь 2019 год Великобритания импортировала его из России на 4,14 миллиардов фунтов, или это около 5,3 миллиарда долларов, что почти точно соответствует данным таможенного контроля. Годом ранее импорт российского золота оценивался лишь в 318 миллионов фунтов, следует из базы данных налоговой и таможенной службы Соединенного Королевства. У Великобритании есть еще одна статистика, основанная не на физическом перемещении товара через таможенную границу страны, а на переходе права собственности на товар к британским резидентам. Согласно этим данным, публикуемым Управлением национальной статистики, закупки российского золота британскими резидентами в 2019 году составили не более 368 миллионов фунтов. Это закупки по категории неклассифицированные товары, куда входит немонетарное золото. Как уточнили РБК, такие значительные расхождения с данными российской таможни могут объясняться... Мог их, друзья, я не могу. Это как кот Базилио и лиса Алиса. Ну точно, это так наши чиновники себя ведут. Ну конечно, Эльвира Нубиулина и Греф, они первые на претендентов на кота Базилио и лису Алису. Российские таможенники могут объяснить это тем, что металл действительно поставлялся на территории Великобритании, но приобретали его нерезиденты. Наши российские чиновники нерезиденты, те, которые не являются резидентами. Соединенное Королевство считается одним из крупнейших центров торговли физическим золотом, откуда потоки перераспределяются далее по конечным потребителям, говорит РБК руководитель департамента по операциям с драгметаллами. Покупателями золота в Лондоне могут быть самые разнообразные международные инвесторы. Крупнейшими странами импортерами золота для конечного потребления выступают Китай и Индия. Но наши и в Китае свои щупальца пустили, а уж про Индию говорить мы не будем. Поставки резко выросли к концу года, что могло быть связано с приближением Brexit. Экспорт российского золота в Британию увеличился в основном за счет продаж в августе-декабре. Так, если в июле 2019 года импорт этого драгметалла из России в Великобританию составил 154 миллиона фунтов, то в декабре объем поставок вырос до 975,5 миллионов фунтов, следует из данных британской таможни. А основным покупателем золота на внутреннем российском рынке выступает Центробанк. Но сейчас он уже достаточно нарастил запасы Центробанк Эльвира Набиулина. А спрос на золото на мировом рынке растет. Все это способствует увеличению экспорта. В 2019 году запас золота в хранилище Центробанка вырос более чем на четверть, что стало новым рекордом, свидетельствуют данные ЦБ. В 2018 году рост запасов составил 13% или 10 миллиардов долларов. Но если в стоимостном выражении рост золотых резервов ЦБ в 2019 году оказался выше, чем в 2018, то в физическом покупки замедлились до 5,1 миллиона тройских унций. На середину прошлого года в золоте хранилось 19% золотовалютных активов ЦБ. Резкий рост экспорта золота из России, друзья, с дисконтом причем. Они же сами себе продают, поэтому с дисконтом, установленным Центробанком для покупки драгметалла. На это ранее обращало внимание агентство Reuters. Скидка была установлена в мае 2019 года в целях выравнивания ценовых условий продажи золота банку России с условиями его продажи на экспорт и возрастала ежемесячно. Сейчас Банк России покупает золото на ценовых условиях, установленных с декабря 2019 года, и включающих дисконт в размере 0,12% на неорганизованных торгах и 0,21% на организованных. При этом регулятор не комментирует свои намерения в отношении операции с активами в иностранных валютах. Шаги Банка России действительно стали дополнительным фактором, стимулирующим экспорт золота из России. Спите, жители Багдада, в Багдаде все спокойно. Последние золотые запасы вытрясаются в карманы наших же чиновников, но которые живут в Лондоне. Резиденты или нерезиденты, это уже все равно. Самое главное, что таможня наша сообщает, что все золото ушло в Великобританию. А уж кто там получатель, таможня нам не говорит и не сообщает. Я Таня Карацуба, Сиитбургхан. Субтитры создавал DimaTorzok